Всем доброе утро. Все время забываем не трогать перилы. Нужно как больше и меньше все на свете трогать. Вот, вот, отучаться морду, перилам, вообще все поверхности. Ну и он, афиг, бережу, руку, бережу. Почти мы едем на работку. У нас сегодня такая проводка хорошая. Все лето, ах, лето. Уже немного, чуть-чуть, вы слышите, поет на радость всем. И Чарли бежит. Все вынюхивает, вынюхивает. У меня там уже бабушка ждет одна, всегда она приходит рано, раньше меня. Варю себе картошечку, вот, и кролика надо доесть. Она нам вчера еще сестра передала, мужу сестры был своей. Вот, что передала. Здесь печенка. Такая, а здесь крокетис. Их надо поджарить и все. Ну, я ни то, ни другое, вернее, хочу бебе для детей. Но, надо доедать сначала моего кролика. Варю себе картошку. Как с тушенкой будет у меня. Смотрите, кто любит картошку с тушенкой. Я люблю. А еще, знаете как, чтобы там водичка была, бабушка наша тоже делала в тему бабушки. А вот, это был уже как будто суп. Но я не буду такой суп готовить. Еще огуречек. Хороший огурец. Обычно, знаете, бывают такие, как кормовые, никакие. А эти вкусные. И вот такой у меня будет обед. Сегодня буду этот висить, хлеб, на ночь. Ну, там должно стоять много. Сегодня на ночь буду делать. Ух, хочется посмотреть на мой эксперимент. Что же там получится. Ну, очень интересно. В общем, к Чучу тут прилетают друзья. Ну, мне как бы барабан. Ну, друзья так друзья. Пускай и на хавчик прилетает. Так они мне еще тут срать устроили. Ну, посмотрите, а. Одно дело жрать, другое дело, как бы, где жрешь, там не это. Не делаешь дела. Что это такое вообще за жуть какая? Свиньи какие. Кстати. Видите, у меня уже отсвели уж давно. Хризантемы в саду. Ну, еще, я думаю, зацветут же, да? Иначе что? Я гляжу, знаете, в магазинах вот тоже их продают уже, они уже как-то не цветут. Может быть, они тоже сезонные, хрен его знает. Ну, ничего. У меня зато вот этот цветет. Ну, посмотрите, какая лепота. Прямо я вот даже не ожидала. Он цветет вовсю. Классный. Тьфу, на тебя. Вот это, кстати, надо выбросить. Это у меня была ванная. Она вся поржавела вот так. Ее отмывание отмывает. Через день она опять становится такая же. Ну, в общем, на выброс. Еще у меня гвоздички цветут. Вот этот не перестает свисти. В общем, да. Сад-огород. А этот, гляньте, какой пышный. Классный. Бабочка какая-то тут летает рядом с моими этими, как их называют, герани. И птички. Ну, птички невелички. А, Ни, ты посмотри, а. Чучи, ты, когда к тебе прилетают и вот так вот делают такие дела, ты на них ругайся. Скажи, здесь нельзя. Да, вот так им и говори. Да. Что это такое? Какашками тут мне разбрасывают. Тут у меня летает бабочка вот эта. Что-то она мне, знаете, не нравится. Вдруг она какая-нибудь, которая яйца какие-нибудь откладывает. Вот тут она летает. Видите? И вдруг она какая-нибудь, которая жрет цветы или еще что. Лежу на ней, за ней наблюдаю, наблюдаю. Думаю, пойду прогоню. Прогнала или она опять прилетит. Бывают же такие бабочки, капустницы, которые капусту жрут. А тут на мои цветы позарилась. Фиг его знает. Ну что, друзья, я опять своей закваской. Смотрите, как она быстро взошла. Была где-то вот до сих пор. И вот так вот она. Это закваска моей подруги. Поэтому я ее отправляю в холодильник. А из вот этой закваски я буду сегодня месить хлеб. Но месить я его буду на ночь. Вот. Потому что он должен отстояться. Прям пахнет как вот это. Таким кисленьким. Потому что он должен, ну, ночь у меня будет стоять, подниматься. Смотрите, какой классный вообще. Посмотрим, что за хлеб получится. В принципе, вы знаете, не так это тяжело. Не так и затратно. А главное, чтобы не пропустить подкормку. Даже если у меня эта закваска испортится. Так как я посмотрю, какой хлеб получится по размерам. Вот. А то можно и новую делать по 5 дней. Так, господи, что там я ее в 3 часа подкормила и все. У меня будильник я завела на 3 часа. И у меня все время звонит и пишет, типа, накорми тесто. И все, не так все и трудно. Но посмотрю, какой хлеб по размерам получится. Может быть, мне его там на 2-3 недели хватит. Фиг его знает. В общем, экспериментирую. Сегодня хочу пойти вот там вот. Вдоль вот той горы. Правда, солнечно. Но мне разбывает любопытство, что вон там будет. Потому что тропа туда уходит. Странно разговаривать, когда в ушах слушаешь книгу. Но не хочу ее это останавливать. Мухи, как всегда, меня облепливают. Жарко, конечно. На улице. Все на пляже. Все-таки придется выключить. Не могу разговаривать, когда в ушах кто-то разговаривает. Все на пляж поперлись. А мы от пляжа. Я в выходные никогда не езжу на пляж. Потому что там народу дофига. А это воскресенье вообще, наверное. Первое воскресенье, когда можно, во-первых... Ой, видите, велосипедистов очень много. Когда можно на пляж, с других провинций переедут. В общем, трындец будет, наверное, жесть. У нас еще все лето впереди. Еще успеем. Да и вода ледяная. Сегодня клиентка одна сказала, говорит. Вода вообще ледяная. Насколько, говорит, я люблю даже зимой купаюсь. Но, говорит, в этот раз вообще леденючее. Даже мне было неприятно купаться. А уж про меня тогда я вообще молчу. Я мерзлячка. Мне нужна вода теплая-теплая. Так что нужно, чтобы денька три еще погрелась. Вот видите, они туда все едут. Велосипедисты. И там хорошо, туда машины не могут проезжать. Вот в прошлый раз было здесь 4, наверное, машины стояли. Это вот велосипедисты приехали, оставили здесь машины, взяли свои лесопеды и поехали. А еще есть люди-свиньи, которые вот... Как они сюда привезли этот мусор? Я не понимаю. И зачем? Смотрите, какая красота. Когда есть везде мусорки вообще. Хрюша, да, Чарли? В общем, мы гуляем. Сегодня вот такие шорты надела. Вот. Чтобы ножки загорали. Правда, они загорают, знаете как, с вот этими полосками. Ну, хоть так. Ой, какая красота. Здесь ветерок такой дует приятный. Просто и пахнет елками. Вот если бы не мухи, то бы было вообще шикардос. Иду я, значит, иду. Ну, представляете. Вы говорите, не страшно ли здесь ходить? И вообще, не безопасно ли? Друга мужа встретила. Представляете? Он на велосипеде с другом едет. У меня муж говорил, что он, да, занимается спортом на велосипеде. И вот иду, он такой, ой, ты что тут делаешь? Я говорю, я вот хожу. Он такой, говорит, это, вон, я, типа, твой муж рассказывал, что ты ходишь. Ну, куда ты забралась? Я говорю, так это еще, говорю, только начало у меня. Ну, я у него спросила, там, куда ведет эта дорога. Вот, ну, и так поболтали. Представляете, где? Среди гор. Среди гор. Не смысл, слышите? Там кто-то разговаривает. Там кто-то сидит. Там, наверное, товарищи алкаши. Наверное, товарищи алкаши сидят. Ну, это так я называю. Может быть, знаете, эти подростки, подростки по пивасику. Куасяк сидят. В общем, вот так вот. Не скрыться никуда, ни от кого. Сейчас посмотрю, сколько я километров намотала. Потому что мне еще обратно идти. То, может быть, уже пора и возвращаться. Я уже пришла. Сейчас какую-нибудь чай себе заварю. Через пару часиков буду печь хлеб месить. Но это ближе к 12. Вот. И завтра тогда вам покажу результат. Потому что вот он что-то 6 часов должен подходить. Ну, если там 8, ничего страшного. Поэтому нужно ближе к 12 тогда его заделать. Забацать. В общем, очень интересно, что получится. Прям, знаете, прям руки чешутся. Ну, вот. Конечно, все это легче. Ну, как, у нас особо выбора-то с хлебом черным нету. Потому что, ну, тут у нас нету только вот блидали более похожий. Такой, знаете, на серый, как вот у нас кирпичиков. А так нет такого вот, чтобы бородинский. Хотя можно в русском купить. Кстати, я завтра еду в Альмунекар. Еду в Русский заеду. Кое-что заказала. К Татьяне заеду. Подстригу ее к нам. В разнику надо готовиться. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И нажимайте колокольчик, чтобы приходили оповещения. Так, это я к чему? К тому, что можно вот в Русский съездить за хлебом. Там есть, по-моему, наподобие Бородинского или что-то еще. Замороженный такой. Но своими-то руками. И это вообще будет чудо. А что это у нас делают соседи? Интересно. Когда я разговариваю, должны все молчать. В общем, да. А вам интересно? Мне очень. Прям руки чешутся. Ну, посмотрим. Поживем, увидим. Вот. А пока я пойду монтировать влог. Надо все-таки чай включить. А, нет. Надо достать. Какой я буду пить? Монтировать влог. И все. И прощаться с вами до завтра. Мы же с вами завтра встретимся. Правильно? В одной упаковке очень много разных чаев показывается. Не надо же. Вот. Так что все, друзья. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Я пошла хлебушек. Чай попью и хлебушек.